Сегодня я бы хотел поговорить на тему, которая очень важна для всех нас, для молодых, для всех. И это особенно очень важно сейчас, потому что где-то через полтора месяца у нас будет рукоположение новых пресвитеров и деконов, и за это, я думаю, эта тема очень подходит сейчас в это время. Это будет тема служения в церкви и как можно найти свой труд для Господа. Мы люди, мы являемся церковью, мы составляем тело Христова, и чтобы церковь состоялась, надо, чтобы все участвовали, надо участие от всех. Как тело, оно не может работать, если один орган или два органа не работают, это просто будет как дефект, это не будет работать. Тело не будет функционировать нормально, если одна часть не работает. Так и церковь, если несколько членов или просто это, они не работают, не трудятся, то что-то не будет хватать, будет чувствоваться недостаток. Каждая часть работает совместно с другой, и все помогают друг другу, как орган не может за двоих работать, или, например, сердце не может делать то, что глаза делают, так и в церкви. Все трудятся по-разному, все имеют разные служения. Чтобы не было нагрузка на несколько человек, чтобы не было как нагрузка на тело, если один орган должен за всех работать, это невозможно. Мы все должны что-то делать, чтобы созидалась церковь, чтобы созидалось тело Христово, и каждый обязан трудиться. Иногда бывает, когда люди только начинают трудиться, когда они что-то делают в церкви, что они смотрят на других и говорят, вот, этот человек так хорошо трудится, но я просто так не могу, за это не стоит. Мне удобно здесь сидеть, пусть он так трудится, пусть Бог благословит, но так неправильно. Они доводят себе мысль, что они не способны это делать. Но я хочу вам сказать, не смотрите на других и что они делают. Они, может, и хорошо это делают, но вы тоже должны что-то делать, потому что Господь имеет план для каждого из нас. Все имеют свое дело. Первое место, которое я хочу прочитать, это первое послание Петра, 4 глава, 10 по 11 стих. «Служите друг другу, каждым тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь». Мы здесь видим, написано «служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог». Что это значит? Один человек может иметь больше силы служить, может, у него так с работой совпадает, что он может еще один день взять просто для служения Господу, а другой человек, он может, очень много у него происходит жизни, у него времени нет. Но здесь написано «служи по силе, какую Бог дает». Господь смотрит на сердце каждого, если он искренне служит ему или нет. Какие намерения у этого человека? Он это делает для славы человеческой? Он ищет какой-то популярности, чтобы его кто-то увидел, чтобы друзья видели, что вот он так трудится? Нет, Бог этого не желает. Бог хочет, чтобы мы были смиренными. Иакова 4, 6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Так же и 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Здесь написано «Бог гордых противится». И если человек уже в сердце начинает возградиться и говорит «вот, я такой человек, я столько делаю», то Бог этого противится, и это все может мигом просто отойти. А если здесь написано «смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Давайте это будем помнить. На этой земле мы прах и пепел. Мы практически… Все наши дела, они ничто не стоят. Они, как мы только умрем, они все идут вслед за нами. Все, что мы делали, только то, что мы делали хорошие, люди будут вспоминать. Так же и плохое. За это мы должны помнить, что когда умеряем, то все наши дела проходят. И почему бы не пользоваться наше время, которое сейчас мы имеем, благополучное, для служения Богу. Все эти физические аттракционы, все, что мы имеем, дорогие дома, машины, все это не приносит настоящего счастья. Как этот псалом был пропет, нет счастья на свете без Бога. Это на самом деле правда, что мы можем все иметь, но мы можем не иметь настоящего счастья в нашем сердце. Бог не хочет, чтобы мы прожили нашу жизнь напрасно и не принесли какой-то плод. Иоанна 15 глава 1 по 2 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода». Здесь написано, «Всякую ветвь, не приносящую плод, он отсекает». Никто не хочет быть отсечен от этого виноградника. Мы все хочем достичь спасения, мы все хочем достичь небес. Но здесь написано, «Все, кто приносят плод, то Бог их будет очищать, чтобы они боли и принесли плод». Если уже ты трудишься, еще больше трудись. Будут испытания, это все пройдет. Но Бог еще благословит и будет очищать. Бог имеет дело предназначенного для каждого из нас здесь. В это время многие из нас имеют какое-то свободное время и не знаем, куда его потратить. Мы можем куда-то пойти с друзьями, погулять, все это. Но надо использовать наше каждое свободное время для Божьей славы. Даже если мы пошли где-то гулять, но надо как-то показывать пример, быть светлым этому миру. Будьте заняты служением. Очень часто люди говорят, ну, в дне одном только 24 часа. Если было 25 или 26, то я бы смог эти 1-2 часа потратить на служение Богу. Тогда у меня было бы все хорошо. Но, а честно ли это так? Скажем, 8 часов спим, 7 часов спим. Это остается 16-17 часов у нас в дне. Поработали, осталось, может, 5-6 часов. Потом еще с семьей провели время. Ну, должны хоть 15, там, 10-15 минут оставить, чтобы уделить Богу, уделить на какое-то служение. Проанализируйте свое время. И хоть найдите чуть-чуть, и это будет вам в благословение. Даже если 15 минут последовательно делать какое-то дело, и через время это будет огромным, и вы куда-то продвинетесь. А когда человек так же он занят, он меньше впадает в какие-либо искушения. Если дьявол всегда ищет момент, когда человек вот ничего не делает, чтобы проникнуть в его душу, но если ты чем-то занят, если ты делаешь дело для Бога, то Бог тебя будет сохранять от этого. Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Наша плоть очень немощна, и мы можем очень легко впасть в искушение, если мы не имеем правильное направление на Бога, и если мы будем просто отвлекаться. Я уже чуть-чуть поговорил о служении, о чем это такое есть, но я хочу теперь воглубже войти в несколько пунктов, чтобы лучше узнать, что такое служение, какие есть разные виды служения, и как можно начать свое служение для Бога. Во-первых, служение – это посвящение своим временем для дела Богу. Мы посвящаем наше время, и мы ничего не думаем, что мы, делая дело, не ожидаем ничего назад. Мы это делаем, как волонтеры, мы не ожидаем ничего, чтобы мы назад получили. А если получаем, то это Божие благословение нам. Мы это должны делать дело по правильной причине, не для себя, но для Бога. Теперь давайте посмотрим, какие есть разные виды служения. Очень много есть разных служений, но самое главное во всем этом – это номер один. Первое – это мы должны служить Богу. Если мы искренне не служим Богу, то это не приносит никакой пользы. Если мы очень часто участвуем в церкви, если мы служим церкви и так много делаем, но на самом деле мы не служим Богу, то какая в этом польза? Следующее служение – это, я бы сказал, самое важное служение церкви – это служить людям. Церковь создана для того, чтобы мы служили людям. Церковь состоит для людей. Очень часто бывает, что мы можем ставить эту церковную программу важнее, чем служение для людей. Мы так хочем, чтобы проповедь, молитва, песня, чтобы все вместе так хорошо совпалось, но не обращаем время, не уделяем столько времени, сколько надо на людей, ведь вся польза церкви – это служение для людей. Служение больше надо нам, чем Богу. Бог все уже имеет, Ему надо наше служение, но оно больше, оно важнее для нас, для каждого из нас, кто приходит сюда. И мы все это делаем для себя, для нашего спасения. И самое главное во всем – это славить Бога всем сердцем и проповедовать в мир окружающим нас, чтобы мы были свет этому миру. Следующий вид служения – это также музыкальное служение. Музыкальное служение очень важное тоже в церкви. Это можно играть на пианино, на гитаре, это петь в разных музыкальных группах, петь в хору. Это все очень важно и назидательно для церкви. И я молюсь Богу, чтобы больше могли участвовать в этом служении. Следующая часть служения – это проповеди. Проповеди – это очень важное для служения. Назидательные слова, научительные слова – это тоже очень много времени занимает, чтобы подготовить. И это очень важная часть служения, которой всегда должна быть. Но так часто бывает, что мы приходим на собрания и, может, не слушаем. Нам становится скучно. Просто мы всю неделю устали, мы пришли, хотим отдохнуть здесь на скамейке, посидеть, но так неправильно. Надо приучать себя, чтобы мы больше слушали эти проповеди, слушали это Слово Божие. И мы что-то могли себе взять из каждого слова. Следующее служение – это очень важное тоже служение. Это пастыри, декана, все начальства церкви. Без них мы практически бы не смогли иметь эти служения. Они очень много труда вставляют в это. И, как я говорил, у нас скоро будет рукоположение новых деканов, пастырей. И пусть Бог их благословит. И чтобы мы не забывали всегда о них молиться. Есть еще много других служений. Например, уборщики. Все такое, что мы не видим среди недели, потому что они здесь всегда среди недели в церкви. Но этот труд очень важный. И что я хочу сказать, это что каждое служение очень важно. Нету служения, которое не важно пред Богом. Труд наш не тщетен. Мы все что-то делаем, и это все назидает церковь. Мы тело Христово, и мы все вместе работаем вместе с друг другом. Первое Коринфянам, 12 глава, 4 по 7 стих. «Дары различны, а Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». Здесь написано «Дары различны, а Дух один и тот же». Мы все, есть очень много разных духовных даров, но Дух один и тот же, который нам их дает. А также и служения различны, а Господь один и тот же. Мы все делаем разные служения, но мы все служим одному Господу. И действия различны, а Бог один и тот же. Первое Коринфянам, 3 глава, 8 по 15 стих. «Наслаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится? Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Здесь написано, каждый получит свою награду по своему труду. Но это что, значит, что если мы не трудимся, мы не получим никакой награды? Каждого дела обнаружится, и у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Это личные отношения ваши с Богом, и Бог сам увидит ваше сердце, если вы на самом деле трудитесь, и с каким вы сердцем это делаете? Может ли вы это только делаете, чтобы показали вас на камере, или вы спели в самый лучший микрофон, или чтобы на каких-то социальных сетях вас увидели и сказали, вот, он так хорошо сделал. Но это неправильно, это противоположит Божьей воле. Бог этого не хочет. Теперь давайте посмотрим, как можно найти свое служение в церкви. Это очень просто. Надо просто прийти с правильными намерениями. Если мы приходим и имеем желание что-то делать, если всем сердцем мы хочем что-то сделать, то Бог нам поможет. Но просто надо служить всем сердцем и давать все наши усилия на то, что мы делаем. Возьмем пример, если на работу мы пришли, и мы не будем трудиться, нас, наверное, выгонят. Если мы просто 60-50%, 70% делаем только, чтобы работа была сделана, ну, ее сделали, но никому это не понравится. Через время, наверное, выгонят и найдут другого, кто на самом деле хочет работать и очень качественно что-то делать. Но так и здесь, как написано в Иоанна, всякую вет, приносящую плод, он очищает, чтобы более принесла плода. Служение в церкви, это надо помнить, что мы начинаем с малого, а Бог нам даст больше. Мы все откуда-то начинаем. Может, уже кто-то имел какой-то опыт что-то делать, и ему чуть-чуть легче, но мы все начинаем с нуля. И не надо смотреть на других и говорить, что вот, они так хорошо делают, я так не способен, я так никогда не смогу. Я очень человек, у меня просто времени нет. Я не могу отделять свое время, и я не вижу в этом смысла. Ну, уже хорошо делают, пусть и продолжают. Но так неправильно. Это процесс. Мы начинаем с малого и возрастаем. И хотя мы, может, и делаем дело небольшое, но это большое дело пред Богом. Каждое дело обнаружится. Даже самый-самый дарованный человек, если он не желает служить, то он не будет. Это ваш выбор. Никто не может заставить, чтобы вы служили в церкви, чтобы вы что-то делали. Это ваш выбор. Но даже самый дарованный человек, если не хочет делать, то ничего не получится. Есть люди, которые всю жизнь ходят на собрания, но все равно не имеют никакого служения. Приходят, слушают проповеди, слушали пение. Потом, как только собрание заканчивается, домой идти покушать и все, ложиться отдыхать. А потом вечернее собрание наступает и думает, ну, уже утром пошел, мне записалось, хватит на сегодня, вот устал, не хочу вечером пойти. Но это неправильно. Мы хоть шесть дней работаем, седьмой день покоя, надо седьмой день освящать для Господу. Мы субботу должны отдавать Богу и служить Ему особенно в этот день. Это не значит, что в среде недели нам не надо вот так сильно служить Господу только в субботу. Но всегда надо, ну, и в субботу особенно приходить на собрание и слушать Слово, и вникать в Него. Приходит такая мысль также, что если суббота день покоя, значит, нам ничего не надо делать. Просто дома просидеть, отдыхать, просто ничем не заниматься. Но это же день покоя. Но это покой от наших плотских дел, от нашей физической работы. В субботу нам обязано служить Богу и отдавать наши усилия для служения Ему. Я слушал недавно такую проповедь Ивана Пенлишака, она называлась «Святой бездельник». Я как только услышал это, ну, прочитал эту проповедь, сразу много мыслей у меня появились. Ну, как, что это такое «Святой бездельник»? Прослушал, я понял, что мы люди считаем, может, себя святых. Мы можем так много делать. Ну, мы просто сидим, ну, мы святые. Ну, кажется, ничего там плохого не делаем. Приходим на собрание, уходим это. Но «Святой бездельник» не имеет служения Богу. Вот так можно выразиться. И это состояние нехорошее. Надо удаляться от такого состояния, чтобы нас так не называли. Римлянам 12.11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Надо нам не ослабевать так же. Если мы делаем какое-то служение, может, и мы имеем трудности, будут трудности, очень может много быть трудностей, но нам надо не ослабевать и служить. Мы все знаем историю Иова. Он потерял все. Он имел самый, он имел большой дом, он имел столько скота, столько земли, ну, просто за ночь все потерял. А он был верным Богу. Его жена сказала, похули Бога и умри, но он это не сделал, потому что он знал, что Бог имеет план, и что он остался верным Богу. И как мы знаем, Бог его благословил, и намного больше он получил. И это все было во славу Бога. Хотя он не понимал в тот момент, почему все это происходит. Все, что он имел, ничего не значило. Он понял, что все его земные прихоти, все эти физические вещи, это ничего не значит. Наша цель в конце – это спасение, это попасть на небеса. И люди очень часто ставят цели на служение. Они вот начали делать служение и поставили себе цель. Вот когда я ее достигну, то все. Мне больше ничего не надо делать, я цель мою достиг. Но я вам честно скажу, цель эта никогда не достигается. Когда одну цель сделали, новая появилась. Если уже одно служение – все, больше я ничего не могу придумать, то другое служение появится. Этот процесс никогда не кончается. Всегда больше и больше найдутся для нас дел. Следующий пункт – это будущность нашей церкви. Если никто не будет служить, то где будет будущность церкви? Если молодые, предмолодежь, все наши дети, которые сейчас ходят в детские классы, если они… Они – будущность нашей церкви. Если они не будут служить, то что будет церковью? Если они не задействованы, то как церковь будет жить? Как продвигаться будет церковь? Как могут больше людей к нам приходить, слушать Слово и верить в Бога? Пока молодежь не женились, я думаю, это самое лучшее время, чтобы люди давали свое время для служения, отделяли для Бога и участвовали в служении. Это очень важно. У нас пока еще время есть, еще те, которые не женаты, но как только женились, ну да, становится труднее, но все равно есть время, которое можно отделять для Бога, для служения. И с малого возраста это очень важно, своих детей приводить на собрание, и чтобы они участвовали в каком-либо служении, в детских программах, в пении, в группах, чтобы они что-то делали. И тоже главное, чтобы вы сами показывали пример своими делами. Если вы не показываете пример детям, то от кого они будут учиться? В этом мире очень много разных плохих примеров, и они очень быстро, если вы не покажете пример, то они очень быстро с мира возьмут пример, и это неправильно. Притча, 4 глава, 23 по 29 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямым и сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит». Нам обязательно надо сохранить свое сердце, от не уклоняться ни направо, ни налево. Очень легко может быть, если человек уже все имеет, он служит, но что-то его привлекло, и он взял и отклонился. Это очень просто может случиться, но за это надо быть твердым в наших основаниях, и уповать на Господа, и Он сделает прямыми наши пути. Господь знает все планы, Господь имеет все планы для нашей жизни, уже все устроено, нам просто надо верить, нам просто надо знать, что это процесс, это за ночь не случится, не может быть, что сразу человек, придя на служение, уже стал пастырем или каким-то начальником. Этот процесс занимает время, и надо в это верить, и молиться, и уповать на Господа, что Он нам поможет достичь этих целей. И при окончании я бы хотел несколько слов прочитать, чтобы вы задумались. Задействуйтесь в служении, вы увидите Божьих благословений в вашей жизни. Проводите свободное время, поклоняясь Богу, Он достоин всех похвал и славы, это меньшее, что мы можем сделать для Него. Не ждите особого знака или момента, это ваш знак. Если у вас есть желание служить, действуйте, поговорите с людьми, которые могут помочь вам начать. Если уже вы видите, кто-то делает служение, и он хорошо делает, подойдите к ним, они помогут вам начать. Они уже, может, несколько лет делают и знают, как это все происходит. Подойдите, они помогут. Наша жизнь на этой земле очень коротка. Используй ее для Бога. Оставьте хорошее впечатление другим людям. Будьте светом для мира. Остальное все не важно. Доверьтесь Богу, и вы заметите, как изменится ваша жизнь. Ваши приоритеты измените. Не расстраивайтесь, если сразу не получится. Вы делайте шаги вперед и молитесь, а Бог все усмотрит. Вера без дел мертва, поэтому начните действовать по ней, и она покажет себя. Не смотри на других людей и не завидуй. Бог действует с каждым по-разному. Только Он знает ваше сердце. Мир очень привлекателен, но Он ничего не стоит. Рано или поздно вы это поймете. Отпустить плотские вещи сложно, но нужно. Это первый шаг. Найдите свое дело. Попробуйте разные вещи. Обратите внимание на свое призвание и действуйте в соответствии с ним. Может, с первого раза вы не найдете свое дело, но ищите что-то другое. Это не значит, что все. Я не нашел, значит, я не могу. Я назад пойду. Что я делал? И все. Но нет. Надо все равно искать, пробовать что-то новое. И Бог откроется этим. Все, что вы делаете, имеет цель. Вы можете не понимать, почему что-то происходит, но у Бога есть вечный план для вас. Его выбор времени идеален, поверьте. И я опять бы хотел прочитать Иоанна 15 главу с первого по восьмого стиха. Я есть им истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне и о вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть им лоза, а вы ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Давайте будем думать об этих словах и на этой неделе. Ну, никогда не забывайте об этом, что Бог хочет, чтобы мы Ему служили и трудились. Это Божья воля для нас. И с этими словами скоримся и помолимся.